Третья готова. По 40 снарядов залпом. Огонь. Триста. Тридцать. Тяжелая реактивная артиллерия по 40 ракет в пакете на каждой установке град как ответ ополчения Донецка. В том числе на очередные обстрелы городских кварталов. С воздуха видны результаты ночного артнолета на улицу Муравьева. Один дом сгорел полностью. В еще одном строении пожаром уничтожена летняя кухня. В двух жилых зданиях выбиты стекла. Получены корректы. Сейчас минометный расчет начинает работу по заданной цели. После тяжелых реактивных систем продвигаться могут и пешие расчеты. Прикрывают штурмовые группы и уничтожают артиллерию противоположной стороны минометчики. Количество, точнее частота залпов определяется боевой обстановкой и выполняется исходя из полученной команды. Но это крайне редкий случай, что мина улетает одна. Как правило, уходит несколько снарядов. Мина! Мина! Все. Сидай. Давай. Мина! Дома. 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 Сидай. Мина! Здесь говорят, противник умеет держать расчеты в тонусе, но и сами знают, как отвечать. Говорят, иногда ствол миномета от частоты залпов раскаляется так, что мина выстреливает, даже не опустившись до конца в стальной трубе на патрон. Бывало, что отправляли до 400 снарядов в сутки. Мина! Мина! Отправляем! Она в облако царется. На заметительную ключ. Я принял, сейчас пошлем, шлем, шлем, шлем. Подвал, давай, подвал, подвал! Здесь! Она там под ствол! Не нормально, это выходит! Быстро, быстро, быстро! Хорошо? Куда все это происходит? Еще один, еще один летит! Саш, снимай давай. Звуки. Конечно, не все так, мягко говоря, увлекательно, когда позиции распознает противник и начинает пристреливаться на твои же точки. Вот и тут начинается беготня по укрытиям. И тут главное почувствовать планы той стороны, чтобы вовремя выйти на поверхность и не поймать опять прилет. Еще более сильный. Блин, дашь, быстро, быстро, быстро! Стрисовали, с***! Давай, давай, давай. С***, в Красногоровке. Чувак! 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 Знаешь куда? Я видел. Где Бабак? Бабак, где? Зерк, я Юпитер! Прилетело леток в десяти от нас. Давайте укрытие. Мы и так все укрытие. А как вы понимаете, что надо укрытие? Ну, корректируемся с помощью глаз, арт-разведки нашей, получается, и предупреждают, что противник выехал и начинает подавлять нас. Так же самое, как прилеты были в столб, там, метров двадцать-тридцать от нас. Ну, в день около десятков, двадцатки может прийти по нам. Ну, так и стоим. Переждав подвале, заканчиваем эти, скажем так, эксперименты. Работает внутреннее правило на уровне съемочной группы. Когда видишь своими глазами в считанных метрах от себя прилет, нужно, как говорят, валить или сворачиваться. В этот раз спасла разве что земляная насыпь у позиций. Но так вести может не всегда. Точка раскрыта, и нам нужно как минимум уходить. Минометчики уходить не собираются, а просто занимают новые позиции. Ситуация на фронте сейчас не самая однозначная. Главное напряжение вокруг позиции ВСУ к западу от Донецка. Идут упорные бои в Марьинке и далее по часовой Хавдеевке. Замкнется ли котел вокруг ВСУ, станет ясно уже в ближайшие недели. Дмитрий Масла, Кирилл Волков, CGTN, Донецк.